7 том книги открытым оком вопрос номер 1896 тема проповедь благовестия приходилось ли уже при жизни святым то есть тем кого признают святыми что за их бегство от проповеди в миру за их скрывание в горах расплачиваться не образованностью народа уже здесь на земле не ожидая суда божия за это уклонение от прямой заповеди христовой отвечает игнатий тихонович лапкин не только тогда но всегда во все века за это платили самую страшную плату уклонение народа в любую ересь но никто так ужасно не заплатил за уклонение в монастыри как это случилось в россии и в этом деле самое поразительное то что никогда на этом никто не науч не научался и едва только бог давал шанс начать сначала как опять же за то как и сейчас храмы и монастыри монастыри и храмы это какая-то приговоренность заколдованность каким-то духом очаровывающим беспокаянно не учили и паства сделалась чужой злоба народа и бестолковость были плодом и наученности плоды вызрели евангелие от иоанна 15 глава 27 стих а также и вы будете свидетельствовать потому что вы сначала со мною деяние апостольские 1 глава 8 стих но вы примете силу когда сойдет на воздух святый и будете мне свидетелями в иерусалиме и во все иудеи и самарии и даже до края земли григорий богослов 25 января усердно раз рассеивая такую ложь повсеместно они возбудили гнев и злобу народа против святого ведь и капля воды при частом падении пробивает камень люди неспособные понимать хитросплетенные эритические речи и уразуметь глубину таинства в очеловечении христа почитали эритиков как истинных пастырей и признавали их православными учителями истинный же пастырь получавший благочестию был признаваем еретиком филипп митрополит 9 января тогда избегая славы он удалился из монастыря в пустыню и там вперед вперед свой ум к богу непрестанно упражнялся в одних только молитвах так долго подвязался святой филипп в пустыне в лесах соловецких и потом снова возвратился в обитель к прежним своим трудам и гумен алексий видя его столь усовершившимся в иноческих подвигах и украшенным глубоким смирением весьма утешался им и держал его при себе своим помощником поручив ему надзор за начальными послушниками посему он оставил игуменство и снова удалился в пустыню приходя в монастырь только для причащения честного тела и крови христа бога нашего между тем слава святом филиппе дошла до благоверного царя господи прости меня грешного это тебе я не раз и не два говорил грехами от детства богато обвешанный себя презирал белый свет мне казался немил корил упрекаю себя постоянно копаю дотошно и в прошлом и в нынешнем рубцы затянулись но шрамы греховные раны для опыта жизни казались не лишними какому бы члену на теле рукой прикоснуться чтоб он не стонал и не вылся дрогаясь исходы болят и свербит мое утлое устье господь пощади за прошедшее искренне каюсь снаружи на коже на каждой морщинке печать и роспись на пятнах рассыпанных оптом умею безмолвно болеть обличай сознаюсь опускаются по шурфу уже не опускаться по шурфу уже не охота скользил скалолазом нередко по штольням капал капала сверху мочила с боков и макушку а сколько прелюдий о сколько их сколько где только потрогал на вкус не покушав прости милосердный не скучно ли повесть моя и если кому то от этого польза мне хором кричит интернет что весьма и глажу янтарные с детства мозоли откунусь ли на отдых смежая ресницы на солнце портянки развесив свои паруса другим не советую видеть что снится дабы невзначай не попасть по индюши в просак господь уповаю на милость твою и на слово она утешала врачуя глубокие раны за каждым прости проверяю прожитое снова одежду латаю спереди сзади продрано ходил ли летал как казалось и добро раздавал ли кому-то мешал развернуться но только к чему о господи раду раб твой не мусор да будет в отвале прости и прими когда мирно с улыбкой усну игнатий лапкин 30 сентября 2003 года